Сотрудники коммунального предприятия «Харциск Электротранс» отремонтировали и вывели на линию троллейбус под номером 35. Всего же на маршруты каждый день выходят шесть машин. Однако подвижной состав предприятия, мягко говоря, не молот. И два-три троллейбуса всегда должны быть в резерве, чтобы в случае поломок на линии поддерживать установленный график движения городского электротранспорта. Троллейбусом мы занимались где-то в течение месяца. Все делалось своими силами, учитывая, что наш технический состав включает всего три электрика и три слесаря. А плюс к этому троллейбусу еще текущие ремонты постоянные, потому что изношенность подвижного состава. Прошлой зимой движение харциских троллейбусов из-за обледеневших дорог несколько раз вынуждено приостанавливали. Но как ни старались водители уберечь видавшие виды подвижной состав, от езды по ледяным колдобинам некоторые железные ветераны зимней компании все равно потребовали ремонта. В частности и троллейбус под номером 35. После зимнего периода эксплуатации привели в порядок раму, обшивку частично заменили и полностью заменили на стил пола вместе с ковриковым покрытием. Мы покрасили троллейбус, но сейчас он у нас готов к эксплуатации. Эти ремонты не были возможны без получения гуманитарной помощи. Последнюю мы получали где-то около двух лет назад. Именно вот эти на стил пола, ковриковая резина, та же краска, тот же профиль для ремонта, тот же металл для обшивки. Это все с гуманитарной помощью. Ремонт троллейбуса под номером 35 завершен, и машина уже начала выходить на линию. Сегодня, правда, у водителя выходной, поэтому 35-й стоит в резерве на техобслуживании. Сегодня было утром, 6 троллейбусов выпустили. Но в течение дня, в связи с погодными условиями, один троллейбус мы уже сняли с линии. Все по той же причине. Это 84-й, 1684 номер, очень старый, что мы уже с ним только не делали. Крышевое оборудование, и покрывали мастикой, и силиконом, и варили. Все равно течь крыша очень большая. А так как дождь сегодня, практически заливает весь троллейбус. Но троллейбус – это машина электрическая, поэтому во избежание никаких несчастных случаев мы его сняли с линии. К слову, течь крыши для сотрудников коммунального предприятия «Харциск Электротранс» – вообще больная тема. Уже несколько лет в самом депо, где ремонтируют, обслуживают, моют троллейбусы, во время дождя с потолка низвергаются многочисленные и отнюдь неживописные водопады. А ведь в депо люди работают с высоким напряжением. И чтобы обеспечить в производственном помещении безопасность труда, надо заменить порядка 4000 квадратных метров мягкой кровли. – Обращались, писали в министерство письма по нашей кровли, в администрацию обращались, посылали письма, неоднозначно, но неоднократно. Ну, никаких ответов нету, да, пока. Ждем. Приходили вот недавно 5-3 человека, смотрели, фотографировали кровлю. Ну, пока мы ждем. Ну, это очень опасно, так как заливаются канавы смотровые, у нас там донкраты под напряжением. То есть, когда дождь, мы человека не можем туда запустить. Сотрудники Харцизка электротранса не теряют надежды, что их проблема, и лучше, конечно, рано, чем поздно, сдвинется с мертвой точки. И им все-таки удастся обрести надежную крышу над головой. Продолжение следует...